Мы блокаду победим блокадой. Почему власть сделала то, что нещадно критиковала два месяца? От героя до антигероя один дебош. Чем обернуться для нардепа Парасюка его ночные разборки с полицией? Еще не лопнули, но уже надколоты. Сколько банков с иностранным капиталом оказались в подвешенном состоянии? И чего ждать вкладчиков? Паспорт не роскошь, а средство передвижения. Что делать с миллионами украинцев, достающими из штанин по нескольку иностранных документов? И как наказывать чиновников, живущих на несколько государств? Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Ну, что сказать, эти семь дней скучными точно не назовешь. Если еще в понедельник казалось, что главной темой недели будет блокада на Донбассе, то уже к среде выяснилось, конкуренцию Верховной Раде составить все-таки нереально даже таким экстравагантным личностям, которые правят бал на линии соприкосновения. Когда под куполом появились полицейские, начался скандал такой силы, что и привычные к парламентским ссорам наблюдатели удивились. Кому Верховной Раде понадобились силовики? И почему политики называют такой визит одной из самых больших угроз Украине за последнее время? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Казалось бы, после двух недель перерыва рабочая неделя у депутатов должна получиться насыщенной. А и все-таки неотложных законопроектов в Раде десятки и нерешенных проблем у страны сотни. И неделя действительно такой получилась. Вот только со знаком минус. Вместо решения проблем депутаты их умножили. Но даже и в этом смогли сказать новое слово. Такого еще не было. Группа полицейских в камуфляже заходит в парламентский зал. Без разрешения, без предупреждения. Похоже на захват трибуны. И не то, чтобы в зале Верховной Рады могут выступать только депутаты. Есть процедура. Для выступления любых гостей нужно разрешение полутора сотен нардепов. А без него, по закону, даже на пол в зале заседаний никто, кроме депутатов, вступать не должен. Все-таки это парламент. И они, гляньте, завели. Просто ни с кем не договариваясь. Кто дал разрешение, нельзя зайти. Прокурор не может зайти в зал. Он должен сидеть на трибуне. Прокурор генеральный. Они завели нацвардию в зал. В зал завели, ребят. Все, это... Такого не допускал себе никто. Это просто как государственный переворот. Это грубое порушение регламенту. Это первый прецедент в работе Верховной Рады Украины. И фактически скоянный сейчас криминальный злочин. В тот день две или три реакции попросили о перерыве. Большинство нардепов в зале даже и понять не успели, в чем дело. В президиуме была только вице-спикер. Фронтовики ей что-то объясняли. Она показывала им страницы регламента. Полчаса препирательств и народный фронт не выдерживает. Силовики заходят в зал. Оксана Сараид тут же закрывает заседание. Ранковое заседание оголошу их закрытым. Так, действительно, для того, чтобы они выступили, нужно за день до этого подать соответствующие документы, подписанные 150 народными депутатами. Да, мы понимаем, что мы подаем эти документы в день. Потому что мы не можем позволять в абсолютно непропустимых условиях, которые позволяют себе політичные силы, рассчитывая ситуацию в фронтовой зоне. Когда полицейские, когда жандармы в зале парламенту, это не может не делать не за наказом министра внутренних справ. Это уничтожение демократии. Мы идем до, фактически, до знищения залишков парламентаризма. Это, в целом, делается народным фронтом, который, фактически, сейчас полный нуль. Рейтингов нет. Чтобы, во-первых, поднять себе какие-то баллы. Спасать ситуацию решил Игорь Грынев, глава фракции БПП. Быстро объявил, что в зале собрание коалиции. Просто для того, чтобы хоть как-то уйти от обвинений в захвате парламента. Спорно, но остроумно. В зале действительно остались нардепы из трех фракций. Блока Порошенко, Народного фронта и примкнувшие к ним радикалы Ляшко. Я не могу связаться с керевником аппарата. Я не могу знать, кто и на какой основе сейчас ведет будь-что в зале пленарных заседаний. И на какой основе вообще работает до этого времени зала пленарных заседаний. Это должно быть все закрыто, микрофоны должны быть включены. Это начало, конец, один вариант. Другой вариант – открытие ящика, который даст змогу завтра будь-кому незадоволенному. Заходить в сессийную залу, выступать по своих позициях. А простее сказать, просто блокировать работу Верховной Рады. Мы решили провести Радою коалиции загальные сборы. Коалиции открыты, запрещаем всех народных депутатов. И тут занервничал Олег Ляшко. Радикалы часто и голосуют, синхронно и отбиваются от обвинений вместе с коалицией. Но оказаться на совете коалиции и не уйти с него, участвуя в таком мероприятии на равных с остальными, это даже для Ляшко чересчур откровенно. Перед нами стоят военнослужбовцы. Вся края, весь парламент, ма их чути. И это не должны быть сборы вашей коалиции. Четко попытались маркировать определенных депутатов тем, что они в коалиции. Это раз. Потому что объявили о том, что здесь сейчас проходит открытое заседание коалиции, намекая на том, что коалиция на троих. Радикальная партия еще с прошлого года, когда голосовала за бюджет, когда скасовывались там податки и аграрии, они давно подголосовывают. Присутствие радикалов на этом совете коалиции оказалось таким красноречивым, что Ляшко пришлось даже срочно с собрания фракции проводить, обдумывать публичную позицию и искать объяснения для журналистов. Мы считаем категорически неправильным, когда сегодня заступник главы парламента Оксана Серуиз закрыла заседание парламента. Поэтому мы с увагой выслухали представителей полиции Донеччины. Не знаю, на сколько долго можно стоять на такой растяжке. Людям пояснювать одно, а в зале Верховной Ради подчас голосования делать противоположное. Давайте смотреться не на палки выступа из трибуны, а на конкретные голосования. Люди поддерживают ганебные изменения до бюджетного или податкового кодекса, когда фракция голосует за антисоциальный бюджет. Но де-факто, в принципе, эта партия и фракция есть в коалиции. Она не есть юридично оформлена, понимающая свои электоральные втраты. Знаю Ляшка, я думаю, что он будет поддерживать, скажем так, из окопов или из кустов, а вступать в коалицию он вряд ли будет, потому что потом ему придется нести ответственность за непопулярные решения, а Ляшко привык выступать, но ни за что не отвечать. Пусть вот так неожиданно, но все-таки в парламенте появилась и реальная расстановка сил, и то, что даже свой пиар без нарушений закона крупнейшие фракции организовать не могут. А ведь в ближайшие недели в повестке дня могут появиться откровенно взрывоопасные темы. Все то, что нужно проголосовать для МВФ, плюс один из самых спорных законопроектов об оккупированных территориях. Р решение РНБО щодо припинения торговли с окупованными территориями есть тем временным. Его нужно теперь закрепить законом про окупованные территории. Закон, который предложил нам самопомощь, говорит про наступное. Поставьте межу, отмежуйтеся от этой территории, полностью изолуйте ее и не общайтесь с той частью населения, оскольки там враги. А еще лучше забудьте и отдайте РФ, которая не хочет эту территорию брать. У меня вопрос, что делать с миллионами украинцев? Мы должны забыть о них. То почему мы 2-3 года рассказывали всем и всей стране, что мы боремся за то, чтобы эту территорию реинтегровать? Это не повернуть территории, а мы должны их повернуть, мы должны восстановить территориальную целостность Украины. Можно восстановить любые законы, но, наверное, нужно восстановить до Минских угод в этом сенсии, что нужно восстановить экономическую сотрудничество для того, чтобы территория была повернута. Затягивать эти и другие подобные решения еще на несколько месяцев вариант возможный, но очень дорогой. И не только тем, что каждая новая неделя без законных ответов на ключевые вопросы приносит стране новые убытки. Еще и тем, что парламент, если его превращать просто в митинг, саму способность принимать решения теряет. А вот те, кто привыкнет решать все вместо парламента, легко с этой привилегией уже не расстанутся. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Вадим Ревун. Подробности о неделе. Телеканал Интер. Политики уже говорят, такое появление людей в военной форме за парламентской трибуной вполне может стать не скандальным исключением из правил, а просто первым в серии подобных событий. Так любой из депутатов ради пиара может попытаться провести в зал своих попротивов или недовольных. Вот только представьте себе, по состоянию на март этого года статус участников боевых действий на Донбассе уже получили почти 300 тысяч украинцев. Так что на каждую полицилу легко найдется хотя бы по тысяче патриотов, побывавших на войне и готовых выразить свою позицию в зале парламента. А если вспомнить еще и о недоверии Верховной Раде, например, опрос Киевского международного института социологии минувшей зимой показал, что парламенту не доверяют уже 82% украинцев, то можно уверенно говорить, среди миллионов недовольных точно найдутся тысячи тех, кому захочется лично встретиться с народными депутатами. В нашем парламентском сюжете были руководители пяти фракций. Сейчас у нас есть возможность услышать еще одно мнение. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на связи со студией. У нее узнаем, как ее полицила расценивает вот такое появление непрошенных гостей в зале. Юлия Владимировна, как вы прокомментируете визит полицейских в Верховную Раду и согласны ли вы с теми политиками, которые требуют расследования всех обстоятельств произошедшего? И поэтому наша команда подала до Генеральной прокуратуры, до Службы безопасности Украины заяву про злочин против тех, кто реально заводил национальную полицию в сессийную залу Верховной Рады. А кроме того, мы до регламентного комитета подали негайное звернение про то, чтобы до дисциплинарной ответственности притягнули тех депутатов, которые грубо так обошлись с парламентом Украины. Они завели полицию в парламент для того, чтобы просто залякать залишки опозиции в парламенте, которая еще пытается бороться. Они продемонстрировали силу, порушивши и Конституцию, и регламент, и даже основы здорового груза. Они завели полицию, национальную полицию, Верховную Раду для того, чтобы продемонстрировать, что теперь закон в стране не решает ничего, а решает лишь грубая сила. Хорошо, у вас есть понимание того, как именно было принято такое решение? Заводить полицейских зал, я имею в виду, на каком уровне? И могло ли это все произойти без ведома спикера Андрея Порубия? Знаете, я помню випадок, когда в Верховную Раду приехали матері військовых полоненых, людей, которых тримают сегодня оккупанти за гратами. И они попросили Порубия через нас, через нашу команду, чтобы одна матерь от всех матерей полоненых мала возможность зайти в сесейный зал и с трибуны обратиться к украинской владе, к украинскому народу. Знаете, что ответил пан Порубий. Він сказав, это заборонено законом. И не место тут матерям полоненых в зале Верховной Ради. И он отправил всех матерей військово-полоненых, хлопцев, которые страждают в полонии, на балкон. Він сказав, что это незаконно. Но именно Порубий пустил национальную полицию разом с президентом, с Народным фронтом, с усима, до зали Верховной Ради. Это означает, что силовикам можно, а матерям військово-полоненых не можно. Потому что это не их парламент, а это парламент грубой, нахабной, циничной силы олигархии. Это плохой симптом, когда игноруется все Конституция, закон, регламент. Это говорит о том, что исчезает правовая государство, что исчезает верховенство права и используется только право силы. И поэтому прекратить это нужно. Я имею в виду владу таких людей. И по той причине, что нам, украинцам, агрессивная полицейская государство не нужна. Нам нужна правовая, честная, для людей государства. Спасибо за ответы. Юлия Тимошенко была на связи с подробностями недели. Неприятно. Еще один украинский политик на этих выходных сделал громкое заявление. Андрей Садовый, мэр Львова и лидер самопомощи в ближайшие дни ждет официального подозрения от прокуратуры по делу о пожаре на свалке в Грибовичах. Тогда, напомню, погибли три человека и начался мусорный кризис, затронувший, наверное, уже всю Украину. По словам Садового, следующим шагом после подозрения может быть и отстранение его от должности через суд. Об этом напомню, уже почти год караваны мусоровозов из Львова ловят по всей Украине. Недавно они даже до прифронтовых территорий добрались. Ну, вот и сегодня очередные горы львовского мусора обнаружили в Тернопольской области. Активисты уже и дежурство организовывают в некоторых регионах, чтобы не допустить появления там мусоровозов Садового. Неприятную новость сегодня утром подарил МВФ. Фонд все-таки не будет завтра рассматривать украинский вопрос. И хотя еще вчера на сайте фонда в графике на 20 марта была указана Украина, теперь в понедельник Катар, во вторник Сент-Люсия, в среду Израиль, Науру и Доминиканская республика. Украины в этом графике нет. И когда появится, вопрос пока без ответа. Впрочем, в украинском Минфине поспешили успокоить, опубликовали заявление, в котором говорится, это краткосрочный перенос и связан он с тем, что кредиторы Украины хотят просчитать экономические последствия блокады части Донецкой и Луганской областей и захвата украинских предприятий на этой территории. Ну а потери эти могут быть очень серьезными. Госбюджет останется без налогов от предприятий на оккупированной территории на сумму около до 70 миллиардов гривен. Металлурги потеряют миллиарды долларов экспортной выручки. А на закупку угля за границей придется тратить еще как минимум 4 миллиарда гривен. Последствиями блокады обеспокоены в Европе. Весьма жесткие заявления на этой неделе сделали французские и немецкие дипломаты. Представитель французского МИДа Ромен Надаль призвал украинские власти снять блокаду с железнодорожных путей в районе линии соприкосновения. А представитель канцлера Германии Штефан Зиберт заявил, что такой шаг еще больше отдаляет Донбасс. Непростой называют ситуацию и в госдепе США. Там пообещали следить за развитием событий. Ну а события показывают, что все это похоже на долго. Участники блокады не разъезжаются и остаются на редутах. При этом железнодорожные ветки уже под контролем Нацгвардии и полиции. Товара обмена через линию фронта на сегодняшний день нет. О двойной блокаде Руслан Смещук. Блокада сегодня это два в одном. Линия разграничения под двойным замком. Ее блокируют и официально и не очень. Хотя начиналась неделя как раз с попытки блокаду снять. В понедельник полиция и Нацгвардия мобильными кордонами перекрыли все подъезды к редуту на станции Кривой Торец. Не пускали никого. Давайте вообще никого не будем светить. Как бы у нас есть задача и команда. что у нас запрещено снимать нас и технику и вооружение и местонахождение. Ну как бы мы ничем не можем помолвать. В это время участников блокады задерживают. Более четырех десятков блокадчиков развозят по райотделам полиции. Позже они рассказывают сперва на редуте появились сотрудники СБУ проверили у всех документы в том числе и на оружие. Потом потребовали чтобы стволы передали им на хранение. участники отказались тем временем по разблокированной железнодорожной ветке начинается движение поездов. во время блокады ничего не было никакого движения. Ага. А сегодня? Я говорю сегодня вот третий поезд. Но в штабе блокады заявляют, что попытаются восстановить редут в кривом торце. На блокпостах даже дошло до столкновений со стрельбой. А в среду неожиданный поворот. Решение из Киева меняет расстановку сил. СНБО и президент объявляют свою транспортную блокаду. их самозвание руководство за указкой Российской Федерации конфисковало и захопило украинские предприятия. Попередняя вартость отбранных активов доревняется миллиардам долларов. Пропоную Раду Национальной Безпеки и Обороны Украины ухвалить решение про тимчасовую полную зупинку транспортного и, до речи, не лише залезничного сполучения с окупованной территорией. Воно дієтиме доти, пока оккупанты не повернут назад под юрисдикцией Украины вкрадене украинские виробницы. Выняток что для перемещения вантажей будет сделано лишь для гуманитарных вантажей. Теперь железнодорожные узлы уже блокируют Нацгвардии и полиция. Что же делать старожилам в редутах? По логике они должны разойтись. Но нет. Остаются блокировать блокаду. Тем временем на железнодорожных ветках движение через линию фронта останавливается. Поезда ходят только на подконтрольные станции. Я обходил электрички так не ходят. Нормально. Никто не мешает, никто ничего. А вантажник? Нет. Вантажник не ходит. А электрички они куда направляются? Сфинольной и туда. В сторону Славянска. Вообще не ходят. Электрички ходят, поезда нет. А раньше вот как часто они ходили до всех этих действий? Да, довольно часто. Минут десять каждый поезд. Зато волноваться начали люди, которые живут на оккупированных территориях. Это пункт пропуска Майорск под Горловкой. Через него проезжают жители Луганской и Донецкой областей. Всего за несколько километров отсюда идут постоянные бои. А на самом КПП не протолкнуться, как только люди узнали об общегосударственной блокаде, количество желающих пересечь линию фронта значительно увеличилось. Кто-то едет за товарами и продуктами, кто-то за деньгами и документами. Если я в три ночи займу очередь, есть шанс, что я пройду где-то часа в четыре пять вечера. Есть шанс. Ноги не проходят, остаются. В плане провоза каких-то продуктов что-то изменилось или нет? Пока так не ощущаем. Вот стоим уже двое суток со стороны Горловки и никаких делов. Выехали пять и вас не можем добраться. Мы двое суток манимся. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук. Подробности недели телеканал Интер. Ну а что теперь ждет организаторов блокады? Вот хотя бы Владимира Поросюка. Одного из самых заметных и скандальных участников этих событий. После вооруженных стычек с полицией Поросюк уже в ближайшее время может остаться без своего мандата. По крайней мере полиция Донецкой области обратилась в генпрокуратуру с просьбой лишить его неприкосновенности из-за угроз сотрудникам полиции членом их семей. А министр внутренних дел Арсен Аваков вообще заявил, что никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Поросюк. Боевой путь Владимира Поросюка изучила моя коллега Елена Зорина. Нардеп против полиции. Что ты кричишь? Вы голос не повышайте на меня. Сначала словесная перепалка, а затем и стрельба. Близи. 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 Конфликт близи Славянска. Так колонна добровольцев во главе с депутатом Владимиром Поросюком пыталась присоединиться к блокаде на Донбассе. Там хи-хи-ха-ха, а мне не хи-хи-ха-ха. В результате семеро правоохранителей госпитализированы. Пострадавшие есть и среди активистов, да и самому нардепу якобы досталось. Я получил дозу перцевого газа в лице, а также несколько ударов киком в груди и в руку. У меня обратился в больницу по поводу химического жога на глаз. Поведение Поросюка даже президента возмутило. Я вночі дивился это ганебное видео. Как били новых полицейских, как пытались вырвать в них оружие, как приниживали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия в рассчитывании, что те не могут поднять руку на недоторванного обранца. А какие матюки гне цей народный депутат среднего рода? СБУ та национальная полиция діяли с терплячостью, якою не виніс жоден правоохоронец. Я наголошую, жоден правоохоронец в жодній европейській країні. И діяли вони в рамках закону, че абсолютно не скажеш про причетних до блокады народных депутатів. Народный избранник Поросюк с перебинтованной рукой уже на следующий день размещает фото в соцсети и свою версию произошедшего. Всех поклали лицем в землю, мою сестру побили. Я шокований був сьогоднішньою информациєю, що там сім чоловік поранило. Мені цікаво, хіба, що там, певно, самі з себе ранили. В інтернете є і версія правоохранителі. Параллельно починають збор підписів за снятие неприкосновенності з нардепа. Одніх пыталися забрать руху, інших просто народний депутат Поросюк отталкивал, всячно провоціровав конфлік, рукой бил сотрудника полиції в лицо. Хто прав, хто виноват. Тепер разбереться генпрокуратура. Там уже начали расследование і не исключають Поросюку могут вручити подозрення, да і з мандатом він може попрощаться. На жаль, підстави для подання щодо народного депутата Поросюка є давно. У мене особисто було сподівання, що людина достатньо емоційна, який я і сам часто буваю, може взятися, себе взяти в руки, дисциплінувати, але на жаль, Поросюк заходить його вже не роздали. Главний парламентський боец цього созыва Владимир Поросюк і в прокурорах запускал стаканом і руки-ноги піднімав на избушників. Размінав кулаки об микрофон і в парламенті, да і о самих нардепах. І їх машини. А вот один з последніх случаев уже в зоні АТО. Поросюк с автоматом врывається в отельний номер журналиста Динди. Скандальні історії з Поросюком происходять доволі часто. Сотник Євромайдана і КВНщик з неоконченим высшим то на штраф за нарушення правил дорожного движення нарветься, то на покушення. В прошлом году в його авто бросали гранату. Кстати, машини он меняє відбував коментарії в 7. за МНОД или все-таки ее финалом буде лишення депутатського мандата. Елена Зорина, подробності недели, телеканал Интер. А вот у какой истории финала точно нет, так это у повышення цен. Уже с 1 апреля в Украине хотят увеличить оптовую стоимость электроэнергії. Пока всего на 1%. Может показаться, что это немного, но причина, дефицит угля показывает, такое повышення будет, скорее всего, не последним, а это значит, что в конце концов и суммы в платежках могут стать еще больше. Причем еще недавно в правительстве обещали цены на электричество наоборот снизить. Но, увы, на импортный уголь денег не хватает, к тому же Кабмин еще и на месяц продлил чрезвычайное положение в энергетике. Соответствующее распоряжение принято 16 марта на заседании правительства. По словам Владимира Гройсмана, это необходимо для того, чтобы стабилизировать систему, а также не допустить верных отключений электроэнергии. Кстати, еще недавно чиновники говорили, что топлива электростанциям хватит до конца марта, а дальше возможны эти самые отключения. Чего ждать сейчас? В конце марта мы решили спросить у главы Укрэнерго Всеволода Ковальчука. Залишки палива зараз на электростанциях, которые работают на антраците, складывают от 28 до 60 дней. Это еще тот период, в который Краина может пройти без серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе. Пока не начались поставки антрацитового палива из-за джерела. Мы считаем, что дополнительный финансовый ресурс, который теплая генерация имеет в последствии работы последний месяц, оно позволяет начать этот процесс. И он должен быть начать негайно, потому что эти 28 до 60 дней, которые я сказал, они сплинуют очень быстро. Краина должна быть к травню месяцу забезпечена паливом. Мы можем гарантировать, что на ближний месяц энергосистема будет работать в статусе. Если проблема с паливом не будет решена в травню, мы можем ожидать тех проблем, которые мы сказали месяц тому. Но не энергетикой едины. Блокада распространилась еще и на банковскую сферу. Под угрозой теперь все банковские структуры с российским капиталом. Больше других досталось, конечно, Сбербанку. Его центральный офис в буквальном смысле замуровали, а офис Альфа-банка в Киеве забросали камнями. По оценке Нацбанка, активы финучреждений с государственным российским капиталом составляют около 8% в активах всей банковской системы Украины, а их кредитный портфель больше 11%. Выдержит ли украинская банковская система, потерявшая за последние годы десятки банков, еще и такой удар? И если вообще у финучреждений с российским участием будущее в Украине, тем более после санкций, введенных Нацбанков против части банков с российским участием, спросим у Екатерины Рожковой, замглавы НБО, она сейчас на связи со студией. Скажите, Екатерина, чего ждать вкладчикам украинских банков с российским участием? Эксперты говорят, что речь идет о вкладах на десятки миллиардов гривен. Вы можете гарантировать, что люди не потеряют эти деньги в нынешней ситуации? На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено порядка 21 миллиардов гривен вкладов, из которых гарантируется фондом 8,5 миллиардов. Санкция, примененная к этим банкам, направлена в первую очередь на защиту вкладчиков физических лиц, граждан Украины, на защиту юридических лиц, которые там обслуживаются, предприятия, которые зарегистрированы на территории Украины, поскольку суть этой санкции запрет на вывод денег за пределы Украины. Таким образом, на сегодняшний день эти банки докапитализированы. Банки имеют достаточно активов, в том числе ликвидных активов, для того, чтобы выполнять требования перед своими клиентами. И они остаются работать в Украине. И они не смогут вывести никакие средства за пределы Украины. Поэтому вот в этом состоит защита. Интересно, а вот готовы ли в Нацбанке к тому, что большинство вкладчиков таких банков постараются как можно скорее забрать из них все свои деньги? Любой банк, если к нему все кредиторы придут, все вкладчики все придут в один и тот же день, не сможет все требования удовлетворить. Поэтому собственно для этого мы выводили санкцию. Собственно это означает, что все деньги, которые есть на сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом останутся на территории Украины. И кроме денег как в денежной форме активы этих банков, кредитный портфель например, он больше чем в два, ну приблизительно в два с половиной раза превышает обязательства перед клиентами. Поэтому погашение этого кредитного портфеля тоже есть источник для банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Екатерина, вы рассматриваете вариант полного ухода из Украины банков с российским участием и возможно ли продажа всех этих структур, о которых говорят эксперты? Ну, во-первых, мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже. И мы как регулятор банковского рынка считаем, что это наверное самый лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя. Но все-таки давайте зафиксируем, для вас уход таких банков сюрпризом не будет и вкладчикам опасаться нечего, правильно я понимаю? Конечно, это цивилизованный способ продать банк, при этом этот банк останется работать, он будет точно так же продолжать кредитовать экономику, обслуживать клиентов, но у него будет другой собственник, и тем самым перспективы развития для него откроются. Понятно, Екатерина, спасибо за ответы, надеюсь, их будет достаточно для того, чтобы клиенты банков, оказавшихся под ударом, не паниковали. Екатерина Рожкова, замглавы Национального банка Украины, отвечала на мои вопросы. Но все-таки остается вопрос, а стоит ли эта игра свеч? Десятки миллиардов потерь, негативная реакция Запада, разрыв тех немногих связей, которые еще оставались с неподконтрольной территорией. Организаторы и сторонники блокады объясняют это все тем, что во время войны никакой торговли и даже обмена товарами, о котором говорят украинские чиновники, быть не может. Мол, нигде в мире такого не было, чтобы во время войны бизнес-отношения сохранялись. Но это, мягко говоря, неправда. Самый яркий пример торговли во время войны, и он стал уже хрестоматийным, это ситуация в США 19 века, когда во время гражданской войны Север сохранял торговые отношения с Югом, и это даже помогло северянам победить. Ну, впрочем, есть и более близкие современной Украине примеры. Израиль продолжает торговые отношения с палестинской автономией, несмотря на десятилетия противостояния. Израильский экспорт в автономию это 5% от общего объема внешнеторговых операций. Сергей Ауслендер продолжит эту тему. Отношения Иерусалима и Рамалы ну никак не назовешь дружественными, и тем не менее торговля между ними процветает, причем процветает именно израильский экспорт в палестинскую автономию. Соотношение экспорта и импорта приблизительно такое. Палестинцы в год поставляют в Израиль товары приблизительно на 700 миллионов долларов, а получают примерно на 4 миллиарда. Вряд ли в израильском магазине вы найдете какие-то товары из палестинской автономии, зато в магазинах Рамалы, Дженина или Шхема почти все израильское. Более того, энергоносители, электроэнергию и даже воду автономия получает только от Израиля. Причин для такой активной торговли между, по сути, врагами три. Экономическая, гуманитарная и политическая. С точки зрения экономики все очевидно. Если Израиль не продаст свои товары палестинцам, их продаст кто-то другой и деньги пройдут мимо. Главное следить, чтобы к палестинцам не попадали товары двойного назначения, которые можно использовать в военных или террористических целях. Для этого есть спецслужбы. А в отношении палестинских производителей действуют меры протекционизма. Там, например, существует компания мороженого, которая уже годами пытается попасть на израильский рынок. Хотя бы в арабский сектор. А Израиль очень жестко и уверенно ставит такой невидимый барьер и ввозить палестинское мороженое не разрешает. Потому что, естественно, это подпортит немножко ситуацию для израильских производителей. С гуманитарной составляющей тоже все более-менее ясно. В глазах мирового сообщества именно Израиль несет ответственность за территории, захваченные во время шестидневной войны. А значит, Иерусалим не может бросить людей, которые там живут. Да и давать лишний козыр антиизраильским пропагандистам здесь никто не хочет. Отсюда вытекает и третья причина политическая. Может быть, с точки зрения того, чтобы покончить с автономией, нам нужно было прекратить бы их кормить, питать водой, электричеством и топливом, дождаться, пока они рухнут и отобрать все заново. Но мы понимаем, что, на первый взгляд, кажется абсурдным, оно имеет смысл в контексте продолжения нашей связи с автономией. И если сейчас мы не можем вернуть эту землю себе, это не значит, что мы не сможем это сделать через несколько лет. Насчет возврата земель вопрос весьма дискуссионный, но в остальном все чистая правда. Торгуя с палестинцами, которые всецело зависят от израильского экспорта, Израиль преследует в первую очередь свои выгоды. Сергей Услендер, подробности недели, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Украинская тематика и, возможно, блокада на Донбассе должна была на этой неделе обсуждаться и в Вашингтоне. По крайней мере, в этом были уверены многие аналитики. Все-таки, первый визит Ангелы Меркель в США к Дональду Трампу, как предполагалось, даст ответы на многие вопросы о будущем отношении между Европой и США, а также, наконец-то, прояснит, каким образом Вашингтон при новом президенте будет участвовать в поиске путей к прекращению войны на востоке Украины. Но этот визит оставил больше вопросов, чем дал ответов. Немецкие журналисты с удивлением наблюдали неуверенность Меркель, американские обсуждали заносчивость Трампа. А вот чего удалось достичь на этих переговорах? Конкретики не так много. Давайте узнаем детали у Дмитрия Ановченко, Татьяны Лугуновой, а они сейчас выйдут на связь со студией из Вашингтона и Берлина, логично начать с Соединенных Штатов. Конечно же, Дима, приветствую, скажи, как оценивают эту встречу в Вашингтоне. И вообще, известно ли уже, что именно лидеры говорили об Украине? Леш, ну ситуация действительно не до конца понятная, даже несмотря на то, что вроде бы все происходило. Вот здесь, в американской столице, происходило у всех на глазах. И причина очень простая – разные оценки. С одной стороны, все, кто следили за телевизионной трансляцией, видели, насколько скованно себя чувствовали собеседники. Напряженные позы, напряженные лица, очень уж они разные. Импульсивный, обидчивый Трамп, который любую свою мысль сразу же оформляет в твит, для того, чтобы поведать о ней миру. И скованная, закрытая Меркель, которой для того, чтобы принять решение, нужно как минимум неделю подумать. Не обошлось в этот раз без конфузов. Достаточно странная ситуация, много о ней Америка сегодня говорит. Во время протокольной съемки операторы, в принципе, это принято. Попросили Трампа и Меркель пожать руки, Трамп не отреагировал. Мистер Президент, может быть, нам обменяться отреагировал. Ну вот пишут сегодня об этом в социальных сетях, много пишут, обсуждают различные версии, даже выдвигают. Белый дом выступил с разъяснением, сказал, что это просто недопонимание, что просто Трамп не услышал вопроса. Трамп тоже выступил с разъяснением, в свойственной ему манере, сделал это у себя в Твиттере. Вот я просто зачитаю его свежий твит. Несмотря на то, что вы слышали по фейковым новостям, у меня была отличная встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам. Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии. Вот такой твит. Тут же нарвался Трамп на опровержение. По крайней мере, с опровержением выступила министр обороны Германии. Сказала, что ничего подобного не происходило. Вот тема, которую обсуждает вся Америка, но есть еще и вопрос, которым сегодня наверняка задается вся Украина. А говорили ли о Донбассе, о войне, о нашей стране и о чем договорились? В принципе, на пресс-конференции, когда Меркель и Трамп вышли к прессе, сказано было немного. Трамп лишь протокольную фразу по бумажке зачитал о том, что он ценит лидерство Меркеля, французского президента в урегулировании противостояния на Донбассе и что он за мирное решение. И вот сегодня с утра вся пресса задавалась вопросами, о чем договорились и в принципе договорились ли. По-прежнему остались люди еще от Обамы в Белом доме. Многие источники с удовольствием, недолюбливая Трампа, делятся информацией. И вот, к примеру, влиятельному и популярному здесь изданию «Политику» сказали, что в принципе на результаты особо никто и не рассчитывал. Только потому, что оба собеседника решили снять с повестки дня спорные вопросы и просто обменяться мнениями, сверить позиции, понять, по одной ли они сторону баррикад. Именно поэтому, подводя итог всем дискуссиям, глядя на ситуацию от Юда из Вашингтона, могу сказать, что да, об Украине говорили, об Украине говорили в числе четырех самых важных тем переговоров, это подтвердил Белый дом, но каких-либо конкретных решений, по всей видимости, принято просто не было. Леша. Спасибо, это был Дмитрий Ановченко. Ну а сейчас узнаем, что говорят об этой встрече самой в Германии, на родине Ангелы Меркель. Это знает Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Берлине, она с нами тоже на связи. Таня, скажи, как в Германии оценивают результаты визита госпожи Меркель в США, и удалось ли Меркель получить те результаты, на которые она рассчитывала? Алексей, в Берлине результаты переговоров тоже оценивают очень сдержанно, но особого прорыва от первой личной встречи Ангелы Меркель с Дональдом Трампом в Германии никто не ждал. Задачу визита сформулировала сама канцлер, мол, лучше говорить друг с другом, чем друг о друге. Политики старались дежурно улыбаться, демонстрировали, что все хорошо, но было видно, насколько им неуютно. Здесь несостоявшееся рукопожатие, о котором уже рассказал Дима. С удивлением Ангела Меркель смотрела на дочь президента, Иванку Трамп. На переговорах ее усадили рядом с канцлером в ряду немецкой делегации. Впрочем, в Германии поспешных выводов не делают. Политики встретились, познакомились, будут работать дальше. Немцы уже ждут ответного визита Дональда Трампа. Он прибудет в Германию летом на саммит Большой Двадцатки. Что касается украинской темы, то еще накануне визита официальный Берлин проанонсировал ее как одной из главных, мол, Меркель озвучит Трампу свою позицию сначала Минска, потом все остальное. И, судя по всему, канцлер так и сделала. На пресс-конференции политики заявили, нужно найти выход из войны на востоке Украины, а это выполнение Минского пакета. Интересную ремарку сделал Дональд Трамп. Он поблагодарил Германию и Францию за усилия по урегулированию ситуации. И многие расценили эту благодарность как намек. США отдают украинскую тему на откуп Европы. То есть, сохранится и дальше привычный нормандский формат, в рамках которого будут пытаться все-таки добиться реализации Минского пакета. И это очень важная новость на фоне договоренности о встрече Ангелы Меркель с Владимиром Путиным 2 мая. Так что, похоже, весна и лето этого года будут тем временем, когда европейские политики снова попытаются найти решение конфликта на Донбассе. Алексей? Ну что ж, Тань, будем следить за развитием событий. Возможно, уже на следующей неделе ясности будет хотя бы немного больше. Спасибо за работу Татьяна Лагунова была с нами на связи. Но ясности должно быть больше, тем более, что в Вашингтоне во вторник будет Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании. Впрочем, с американским президентом у него встреча не запланирована. Но ближайших соратников Трампа Джонсон точно увидит и на переговорах с его участием речь об Украине тоже может идти. Ну и еще одна новость из Германии. Франк-Вальтер Штанмайер официально стал президентом этой страны. Символическая церемония прошла в замке Бельвю. Уходящий президент Гаук со своей супругой на пороге резиденции встретил Штанмайера и будущую первую леди. Пары обменялись рукопожатиями и обнялись. А уже завтра Штанмайер проведет первый рабочий день в новой должности. А вот окончательно вступит в свои полномочия после принятия присяги 22 марта. И хотя полномочия эти преимущественно представительские, политический вес Штанмайера так серьезен, что он вряд ли останется на 100% в стороне от ключевых задач для Германии. В том числе и во внешней политике. Все-таки Штанмайер 7 лет был министром иностранных дел. Ну и от внешней политики перейдем к политике внутренней. Одной из самых дискуссионных тем на этой неделе стало двойное гражданство. Что ждет тех украинцев, у которых уже есть несколько паспортов? Другая важная тема громкие уголовные дела. Новые появляются каждую неделю, а вот приговоров по ним ждем годами. Тогда наконец-то появятся хотя бы некоторые. И что ждет Романа Насирова, который на этой неделе вышел под залог 100 миллионов гривен? Обсудим через 9 минут после паузы. Паспорт не роскошь, а средство передвижения. Что делать с миллионами украинцев, достающими из штанин по нескольку иностранных документов? И как наказывать чиновников, живущих на несколько государств? Кладбище уголовных дел. Как много громких обвинений поросли мхом? И кто помогает их фигурантам оставаться на свободе? Молдовский узник. Передаст ли Кишинев Киеву судью-беглеца Чауса? И как много еще таких Чаусов работают в украинских судах? Это подробности недели. Мы продолжаем. И начнем. Следующий блок с двойного гражданства. Снова заговорили об этой теме после того, как у Романа Настирова оказался целый веер паспортов других держав. Петр Порошенко предложил двойное гражданство запретить, а у нарушителей украинский паспорт забирать. Президентский законопроект срочно внесли в парламент. Сейчас ситуация с двойным гражданством в Украине довольно странная. Оно как бы запрещено и как бы нет. Вот и получается у многих жителей приграничных областей в карманах по несколько паспортов для удобства. А у украинских политиков для личной сохранности, чтобы можно было легко сбежать из страны в случае неприятностей с законом. Сколько стоит стать гражданином мира? Выясняла Елена Митясова. Честные, законопослушные патриоты своей страны. Ну как не верить политикам на слово? Ведь говорят убедительно, но индикатором правды для большинства становятся неприятности на любимой родине. С этим зарабатывай, с этим путешествуй, а с этим спасай все награбленное. Украинские топ-чиновники, как граждане мира, под матрасом у многих по несколько паспорта. Пусть незаконно, зато всегда из пути отступления. Попался на взятки, укатил на вторую родину, Лондон. Заподозрили в криминале, обживаешься на Кипре. И сколько таких примеров в украинском политикуме. Последний, Роман Насиров. Есть ли у него паспорта других стран и главное, сколько их? Главный фискал и сам запутался. Абсолютно большинство паспортов забрали при обшуках. Они находятся уже у детективов. У вас так же надо, это много. А? Абсолютно большинство сколько? Я не знаю, сколько. Я сейчас подивлюсь, какие забрали. Потом мне нужно будет поехать и подивиться, если остались какие-то паспорты. Хотя в антикоррупционной прокуратуре подтвердили, у Насирова действительно изъяли паспорта, но британский еще не сдан. А вот если у налоговика еще и венгерское гражданство сейчас проверяют и дело это бюрократически непростое. Очень сложно установить, есть ли у человека этот паспорт или нет. МИД должен направлять запрос в консульство или посольство этого государства, но далеко не факт, что они будут давать ответы и признавать резидентов, открывать свою агентуру и предоставить данные о своих гражданах. Да что говорить, если руководящие должности в министерствах возглавляли иностранцы с двойным гражданством. Минфин, гражданка США Наталья Яресько, Айварас Абрамовичус. Мы неоднократно делали запросы в отношении бывших членов правительства Абрамовичиса Яресько, получили соответствующие ответы от службы безопасности Украины, что по своему статусу они имеют полный доступ к государственной тайне. Но при этом данных об утрате гражданства другой страны у наших правоохранительных органов нет. А все потому, что в украинском законодательстве вопрос о двойном гражданстве не урегулирован. Оно вроде и запрещено, но вот механизмов лишения нет. Вот и получается, что тысячи украинцев спокойно вытаскивают из широких штанин паспорта других держав. Поговаривают, особенно много граждан мира обитает на Грушевского. Я знаю выключено две люди в этой сессионной зале, которые отмолились от гражданства, когда отримывали украинское гражданство. Я иновинский, как ты не сказал. Он из российского, я из израильского. Нет, нет, у меня только украинский. У меня паспорт еще гражданин Украины. Других я не видел. А вот у нардепа Андрей Артеменко помимо украинского паспорта оказался еще и канадский. Он в этом признался, чем даже генпрокурора удивил. Дать бой двойному гражданству на этой неделе решил Петр Порошенко. Президент внес в парламент законопроект, которым предполагается лишать украинских паспортов всех, у кого двойное гражданство. Документ в повестку включили как неотложный. Вслед за ним внесли еще два. Я думаю, что это, вы знаете, не самое главное вопрос на сегодняшний день. На сегодняшний день очень много людей имеют подвижное гражданство, особенно на западных регионах. Для нас нужно обережно ставиться, потому что когда человек будет выбирать себе паспорт, мы думаем, что он не выбирает Украину. Но для государственных службовцев, для министров, для депутатов подвижное гражданство должно быть закрыто. Начинать нужно с силовиков, начинать нужно с чиновников, начинять нужно с тех людей, которые сегодня формуют владу в Украине. Простых граждан, мне кажется, не должно это зачепить. Это Астей, украинское село на границе с Венгрией. Но украинское оно только территориально. Большинство машин здесь с венгерскими номерами. На венгерском написаны названия улиц, вывески и реклама. Даже на здании сельсовета развиваются флаги обоих стран. И на государственном здесь мало кто говорит. Можно с вами поговорить? Не спрашивайте у меня ничего, я не понимаю по-украински. Нет, я не говорю по-украински. Почти все жители Астея работают за рубежом и у многих двойное двойное гражданство проще где-то строится на работе допустим Австралию, Німеччина, хоть куда-то Чехию ездят, Словакия. И так на две, а то и три страны живут очень многие жители Закарпатия. Близко 300 тысяч украинцев жителей Украины есть носителями тех или других документов. Не только Утлевел, а Локцимик. Тут чисто прагматичный момент. На отмече политичных моментов перед тобой открывается понад 100 стран безвизового режима. Пенсия в Венгрии почти 10,5 тысяч гривен в месяц против 1400 украинская. За день работы на венгерской ферме платят минимум 450 гривен. В других европейских странах еще больше. Стать гражданином другой страны не проблема. Были бы деньги. В интернете полно объявлений с такими услугами. Я остановилась на молдавском гражданстве, но доступнее и дешевле. Правда, в отличие от румынского, которое на две сотни евро дороже, на работу с ним не устроишься в Европе. Только сможешь беспрепятственно путешествовать по безвизу. Для этого надо показать, что вы, точнее не вы, а хотя бы ваши предки, то есть дедушка, бабушка, мама или папа родились в Молдаве. Вот это моя работа. Стоит это 560 евро. Язык знать не надо, уверяет собеседник. Меня хорошо подготовят и даже проведут в консульство. Правда, сразу паспорт не выдадут. Придется подождать месяцев 10. Столько времени занимает проверка. Куда сложнее получить гражданство Великобритании, но Роман Насиров смог. Но как? Скорее всего путем инвестирования в британскую экономику, говорит специалист в миграционном праве Лилия Скотт-Пищенко. Деньги немалые, 2 миллиона долларов, но они дают возможность семье инвестора получить вид на жительство. Самый обычный путь это получение постоянного резиденства семье через жену. Жена становится главным заявителем. Она находится в Великобритании. К ней присоединяются дети и муж, как ее иждивенцы. По истечении 5 лет вся семья получает постоянный вид на жительство. Во многих странах двойное гражданство разрешено, но не в Украине, где паспорт с иностранным гербом слишком часто становится билетом в безнаказанность, путевкой туда, где не настигнет украинская фемида. Елена Митясова, Оксана Кундеренко, Марина Коваль, Юрий Ковалев, Евгений Каминский, Валентин Белич. Подробности недели телеканал Интер. Обсудим эту тему с Владимиром Пилипенко, известным адвокатом и представителем Украины в Венецианской комиссии. Здесь я напомню, что полное название Венецианской комиссии Европейская комиссия за демократию через право. Это ключевой орган Евросоюза, который оценивает законопроекты в тех странах, которые хотят считать себя частью Европы. Выводы Венецианской комиссии, хотя и не всегда обязательны к исполнению, но нарушать их рекомендации Давайте начнем с того, насколько серьезны все эти намерения украинских политиков добиться того, чтобы хотя бы чиновники не получали по несколько паспортов. Это вообще реально добиться, чтобы на одного чиновника был один паспорт. Как Вы считаете? Доброго вечера. Я считаю, что это вопрос было очень актуальным 2-2,5 лет назад, когда парламент голосовал за призначение до склада Кабинета Министров людей, которые всем известно, что имели другие гражданства, чем гражданство Украины. И в данном случае никто никакими нормативными актами не обеспечил выполнение ними условия сдачи собственного гражданства. Я имею на увазе гражданство Соединенных Штатов или гражданство Прибалтики, как Министр Браговича Самбула. Поэтому это вопрос тогда было тоже актуально, потому что эти люди фактически получили доступ к государственной таймнице, а это уже вопрос национальной безопасности. Поэтому я ставил первое за все вопрос в тей площади актуальности, чтобы оно было актуально несколько лет тому. И сегодня я думаю, что этот законопроект в принципе может негативно отбиться именно на гражданах Украины, которые в большинстве получают гражданство стран-членов Европейского Союза и фактически становятся гражданами Европейского Союза. А почему они это делают? Потому что они не видят в Украине перспектив. Поэтому мне кажется, что таким законом мы можем привести к тому, если он будет принятым, что граждане прикордонных районов в Чернівецкой области или в Закарпаттской области просто задумаются. А для чего нам гражданство Украины, если мы не бачим тут перспективы. А будем залишаться гражданами той же Угорщины или Румунии и, соответственно, будем гражданами ЕС. То есть вы считаете, что такими действиями мы можем только оттолкнуть от Украины? Понятно. А скажите, насколько это вообще распространенная в Европе практика? Действительно ли многие страны разрешают своим гражданам двойное гражданство или доминирует все-таки подход одного паспорта на одного гражданина? Ну, перш за все, где нужно далеко ходить, у той же Польши наши соседи позволяют подвойное гражданство. Инше вопрос. Все страны члены Европейского Союза подписали соответствующие нормативные акты Европейского Союза и граждане их государства автоматически являются гражданами Европейского Союза. Знову даже страны допускают подвойное гражданство например той же самой Великобритании которая не является членом Европейского Союза. Но подвойным гражданством держава не будет защищать на территории другой государства гражданином которой гражданин Великобритании является. Поэтому я думаю что таким образом держава обеспечивает себя от вращения внутренних делах другой государства. Здесь все понятно. Спасибо Владимир. Я пока с вами не прощаюсь. Попрошу еще побыть с нами на связи. Ответите еще на несколько вопросов. Хорошо? Я пока упомяну о новом повороте в Настериаде. Отстраненный фискал вышел на свободу. Залог 100 миллионов гривен. За него внесла его супруга. Хотя еще раньше и сам Роман Настеров и его адвокаты говорили что таких денег нет. Поэтому придется подозреваемому сидеть в СИЗО. Но богатые и щедрые родственники налоговика все-таки наскребли 100 миллионов и в четверг поздно вечером Настеров вышел из Лукьяновского СИЗО. Кстати этот залог стал рекордным в Украине среди внесенных. Происхождение залоговых денег должны проверить в НАБУ. Сам Настеров в свой первый день на купленной свободе пошел на допрос в антикоррупционное бюро и в который раз заявил журналистам что из страны он убегать конечно же не собирается. Расследование против Настерова уже назвали самым резонансным делом в борьбе с коррупцией. Но закончится ли оно судебным приговором? Вопрос открытый. Ведь пока что ни один из задержанных чиновников обвиненных во взяточничестве не сидит. К примеру пока ничем не закончилось дело МЧСовцев Бочковского и Стоецкого подвислое дело бриллиантовых прокуроров. Зависают без приговоров и громкие уголовные дела с политическим окрасом. Какие именно преступления без наказания в нашей справке? Он был готов пройти проверку на полиграфе и требовал справедливого расследования перед журналистами а теперь старается отмолчаться. Народный депутат Сергей Пашинский до сих пор не понес наказание за свою стрельбу. Перед Новым годом глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороны так защищал свою личную безопасность что выстрелил по безоружному человеку из наградного ГЛОКа после чего путался в показаниях и не мог определиться кто он жертва или обвиняемый и даже в суд подал чтобы его признали потерпевшим а правоохранительные органы фигуранту с мандатом подыгрывали не замечали важных улик и даже хотели раненого Вячеслава Химикуса объявить виновным сейчас в деле штиль следствие неспешно допрашивает свидетелей и не торопится передавать материалы в суд еще одно преступление пока без наказания стрельба в княжичах на этой неделе генпрокурор заявил что руководителям операции выдвинут обвинения в тяжких преступлениях а это не предусматривает условный срок Луценко обещал довести дело до суда но вот сядут ли виновные это еще вопрос ведь дело в княжичах где в перестрелке погибли 5 силовиков в министерстве внутренних дел очень плотно укутывали тайные следствия да и рассыпать в пыль даже самые крепкие обвинения в украинских судах умеют очень хорошо прошло уже полтора года а никто не ответил за взрыв гранаты под парламентом тогда погибло четверо нацгвардейцев больше 150 людей получили повреждения само дело разделили на два производства терроризм и массовые беспорядки по первому делу задержаны двое Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк они в СИЗО по второму делу подозреваемых 15 все они члены партии Свобода и расследование происходит скандально и медленно суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела по существу последнее заседание 10 марта в который раз перенесли на неопределенный срок никак не заканчивается приговором и дело о стрельбе в Мукачево боевик произошел в июле 15 а теперь это бесконечный судебный сериал бойцы правого сектора устроили перестрелку с охраной нардепа Михаила Ланьо трое людей погибли сейчас на скамье подсудимых 4 человека все из правого сектора им инкриминируют обвинения по 10 статьям от хулиганки до терроризма и за это светит пожизненный срок продолжим разговор с Владимиром Пилипенко представителем Украины Венецианской комиссии и известным адвокатом Владимир давайте начнем с дела Настирова прокуроры говорят что через 2 месяца уже должен быть какой-то результат по этому делу адвокаты импорируют что так быстро дело может только развалиться и вообще довести его до суждения крайне сложно вы какой точки зрения придерживаетесь? справа в том что у нас происходит реформа правоохранной системы мы реформуем нормы правила процессуальные но мы не реформировали и не реформировали пока что отношение самой системы до тех криминальных проведений отношения системы до человека у нас все гучные справы происходят таким чином проходить затримание особи которая широко висвестирована у ЗМИ створюется там певный сприятливый для следствия фон и после того особа пытается взять под варту и таким чином показывается уже как то что особа винуватая это все мне напоминает Радянский Союз и действует Радянского Криминального процессуального кодекса где следствие домининувало где защит не имел никаких прав и когда особу фактически затримали и арештовали уже фактически вина особи была доведена у нас таким чином сьогодні происходит и в Украине вы пригадали много гучных справ и вопрос судебный а где вироки где виправдованные или обвинувальные вироки адже именно это показатель работы правоохранной системы поэтому в данном случае можно говорить что вопросы висвестиваются в необходимой позиции для следствия в общество створюется иллюзия того что особа ее винною а дальше про нею забывают и следство дальше працюет по других вопросах и их не цикавить доведение справы до логичного конца до установления истины а именно над этим должна працювать правоохранная система спасибо но вы здесь еще и объяснили эту пагубную практику для Украины когда сотни приговоров ничем не заканчиваются еще один момент попрошу разъяснить НАБУ обещает проверить залог внесенный за Насирова вот что это может означать детективы могут усомниться в законности этих средств и тогда Насиров снова будет вынужден вернуться в СИЗО но это еще раз подтвердит мою тезу про то что створится иллюзия вины особи адже я так понимаю что этим ставится підсумнів перебывания особи на свободе а суд не мог присудить взяття під варту оскільки пан Насиров не вчинив жодного насильницкого злочину соответственно Криминальный процессуальный кодекс предбачает обовязковую альтернативу внесения заставы и в данном случае следствие должно работать над доведением вины а не над тем чтобы была арештована и находилась в СИЗО поэтому я еще раз повторюсь таки методи мне напоминают методи радянского следствия которое пыталось арештовать и после этого доказать что арешт это уже есть певный соответствия отже Украины чтобы понять какой может быть дальнейшая судьба беглого судьи и почему антикоррупционная прокуратура Украины уже готова выставить на показ легендарные литровые банки Чауса Литровые банки Николая Чауса в Украине стали уже фольклором летом когда киевского судью поймали на взятки в 150 тысяч долларов многие гадали сбежит или нет и вот в сентябре он все-таки исчез материализовался спустя полгода в соседней Молдове вот тот самый комиссариат полиции в центре Кишинева куда 28 февраля в сопровождении адвокатов добровольно явился Чаус с повинной дескать каюсь незаконно перешел украинско-молдавскую границу за это его и задержали что делал все это время Чаус и где прятался история умалчивает эксперты предполагают границу судья перешел на Приднестровском участке украинско-молдавского кордона клиентов на ту сторону на автомобилях перевозят контрабандисты цена услуги 500 долларов в его случае я думаю это стоило немного дороже так как у него лицо уже было засвечено кто не рискует тот не пьет шампанского в случае Чауса наверное засвеченное лицо кстати заметно изменилось по словам кишиневских полицейских Чаус исхудал и отрастил бороду дело его как исключительно важной персоной в Молдове тут же передали в местную антикоррупционную прокуратуру на проспект Штефана Чалмары интересно что здесь же в одном из подвальных помещений сейчас и находится Николай Чаус дело в том что изолятор для задержанных этим ведомством располагается тут же при национальном центре по борьбе с коррупцией а что очень удобно на прошлой неделе генпрокуратура Молдовы получила ходатайство украинских властей об экстрадиции Николая Чауса во вторник судье еще на 10 дней продлили срок содержания под стражей по делу о нарушении пограничного режима но говорят есть и другие механизмы удержать беглеца есть мандат на арест выданный украинским судом и будет задержан по этому мандату чтобы как бы не получилось освобождение его и потери во время процедуры экстрадации и вот здесь ключевой момент сдавшись молдавским властям Чаус тут же попросил у них убежище дескать в Украине его преследуют по политическим мотивам правда о каких именно репрессиях идет речь неизвестно кишиневские адвокаты суди молчат предоставить ли политическое убежище украинскому суде решать непосредственно президенту Молдовы Игорю Дадону у него есть для этого три месяца причем ни о какой экстрадиции в это время и речи быть не может данное заявление позволяет господину Чаушу находиться на территории республики Молдова до рассмотрения по сути данного заявления интересно что пророссийский настроенный президент Игорь Дадон в данном случае попал в двоякую ситуацию с одной стороны нужно отказать Чаусу чтобы не испортить отношения с Украиной с другой если не приютить политического беглеца можно упасть в глазах своих сторонников левых сил на Игоря Николаевича в этом случае будет оказываться сильнейшее давление с тем чтобы он не обращал внимания на требования украинских властей не выдавал его значит и если выдаст то это может оказаться может даже ударить по имиджу самого Игоря Николаевича вот он сдает в Украину этим палачам в Киеве тем временем антикоррупционные прокуроры готовят оборону намерены доказывать молдавской стороне что дело Чауса имеет исключительно криминальный характер и даже готовы показать пресловутые банки с долларами мы направили больше детективы наручно завезли особисто все необходимые документы в чем он подозревается и какая доказовая база направили также документы которые подтверждают неполитический характер переследования и документы которые подтверждают выключено коррупционный злочин без никакой политики пока же в Молдове дело Чауса под флером таинственности официальные комментарии крайне скудны а местные журналисты говорят увидеть беглого судью невозможно рассмотрение о продлении ареста по имени Чауса они же тоже проходят с закрытыми дверями мы там тоже не можем присутствовать это тоже очень интересный факт по данным следствия крупную взятку Николай Чаус получил за вынесение приговора в пользу подсудимого обвиняемого в торговле наркотиками и за это он может сесть в тюрьму на 12 лет если конечно беглый судья все-таки пойдет под украинский суд Андрей Анастасов Богдан Вербицкий Мадина Тимиряева Игорь Михоношин подробности недели телеканал Интер а вот вчера возле дома главы высшего совета правосудия Игоря Бенидисюка устроили пикет который закончился потасовкой и даже стрельбой активистов нападения обвиняют судью судья который и открыл огонь называет это самозащитой мол радикалы угрожали его семье кто прав теперь будет разбираться полиция Игоря Бенидисюка активиста обвиняют в сокрытии доходов он называет это местью со стороны уволенных им судей-коррупционеров и попыткой дискредитировать высший совет правосудия И именно на этой неделе этот совет доукомплектовывали но он до сих пор не сформирован до конца Съезд смог выбрать четверых членов совета еще на двоих сил уже просто не хватило Кто претендует стать судьей над судьями и почему кандидаты так рвутся в совет наш Ярослав Кречко нашел среди претендентов много одиозных персонажей Они сменили мантии на деловые костюмы чтобы выбрать тех кого называют судьи над судьями членов высшего совета правосудия За каждым третьим претендентом сомнительные приговоры многие ведут роскошную жизнь не по карману Кто в итоге попал в высший судебный орган страны В первую неделю этого года высший совет правосудия раньше его называли советом юстиции получил огромные полномочия после реформы судьба каждого судьи напрямую зависит от ВСП совет назначает увольняет и главное дает или не дает добро на арест служителей Фемиды высшая рада правосудия по сути по своему трактувала Конституцию и змусила и заявила что без их согласия на арест без их согласия на взятие под вакт не может быть выбран запрежный заход для судей Я думаю что как раз это не вопрос активистов каким образом трактовать Конституцию для этого нужен высокий профессионализм для этого нужны научные знания Январь этого года ГПУ и НАБУ с интервалом в две недели отчитываются о задержании Севизинченко и судьи Головатюка приписывают взятки 22 и 16 тысяч долларов прокуроры просят суд взять под стражу коллег но в высшем совете правосудия негодуют без их санкций арест невозможен судьи освобождают судей вот уже почти два месяца о нашумевших в свое время делах особо информации никакой нет следствие продолжается подозреваемые правосудия временно не вершат но все это время находятся на свободе судья Головатюк например по словам соседей едва ли не каждые выходные приезжает в свой загородный дом правда в эту субботу в село в 100 километрах от Киева Головатюк не приехал в Киеве квартирские четыре машины он это прокурор военного округа а это просто я в Киеве судьей а вот это выигрыш после публичных разбирательств ВСП меняет регламент задержать судью на горячем можно но в течение 72 часов следствие должно попросить разрешение на его арест у членов высшего совета правосудия в этом мы видим элементы защиты независимости судей мы с досвиду видим что судовая система не способна себя реформировать не способна признать свои проблемы не способна сдать своих коррупционеров про которых они чудово знают судей проходят мимо выстроенные активистами аллеи недобросовестных и лишь в зале отвечают на вопросы почему там оказались их фотографии у дружины бизнес Криму Крим это не Украина первая квартира это я получил ее от державы если вы видели декларацию она стоит 27 грн это приватизация а по-друге вторая квартира я ее купил еще в 2000 году я считаю что это добро и честный судья а все иное меня не интересно если бы я упал из месяца то я бы наверное был чистым а если я 30 лет работал если я решил то что мне сказать что я их не решил а вы читали из мест тех решений которые мне закидают как сумнительные процедура выборов достаточно долгая и запутанная одни кандидаты в бюллетень попали сразу другие вынуждены отчитываться перед делегатами пану пану из лес ненависть и прозрительство до судей и до захищенных судей мы сейчас в этих списках сомнительных решений именно через то что мы захищали судей лишь поздно вечером судей приступают к тайному голосованию с первой попытки выбирают двоих на следующий день еще двоих они на протяжении четырех лет не наденут судейскую мантию но будут вершить судьбу тех кто продолжает ее носить из черного списка общественных организаций в высший совет правосудия на съезде никто не попал впрочем те кого выбрали люди не бедные во первых потому что зарплаты у судей за 60 тысяч гривен а в ВСП они будут получать и того больше в районе 200 тысяч гривен в месяц утром утром У них новоизбранных члены семьи занимаются небольшим бизнесом. Супруга Николая Худыка, например, владеет мини-отелем в Каменец-Подольске. Это не бизнес, который потребует чего-то. Это важная работа, потому что у нас предприятие сама. А что в том погано? Ну, должен кто-то заработать деньги. Не должен быть судья, сидеть на работе и думать, как их заработать. Еще две судейские квоты в Высшем Совете Правосудия остаются незаполненными. Съезд закрыть их не смог, поэтому будет объявлен новый отбор. А значит, появится и новый черный список претендентов. Ярослав Кричко, Евгений Каминский, Геннадий Аникеенко, Владимир Самченко, Марьяна Бурякова. Подробности недели. Телеканал Интер. И определиться с претендентом на должность аудитора НАБУ депутаты на этой неделе не смогли. По этому поводу в парламенте возник скандал. Сперва нардепам предложили проголосовать за кандидатуру Роберта Сторча, заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США. Его кандидатуру поддержал Комитет противодействия коррупции. Но неожиданно депутаты от Народного фронта и БПП предложили другую кандидатуру Найджела Брауна, частного детектива из Великобритании. В результате не прошел никто, а избранники голосования провалили. Скорее всего, они вернутся к этому вопросу уже на следующей пленарной неделе. А вот когда проголосуют другой, крайне важный документ для жителей Донецкой и Луганской областей, вопрос уже почти риторический. За три года проведения АТО народные депутаты никак не могут принять закон о компенсации за разрушенное жилье. Сейчас на Востоке 8 тысяч разрушенных домов. И кто должен их отстраивать? Поскольку закона нет, то все проблемы люди вынуждены решать сами. Кто-то ремонтирует жилье за счет своих сбережений, кто-то благодаря волонтерам. Наш военный корреспондент Ирина Баглаев при фронтовом Зайцево встретилась с семьей, которая потеряла все. Кто им помог и что с людьми сейчас? Смотрите в ее материале. Вот документы, аптечка, вот книжки есть. Это май 2016-го. Маленькая Зарина проводит для нас экскурсию в погребе. Тут она с бабушкой и дедушкой пряталась от обстрелов. Их дом практически на линии огня был еще цел. Девочка помогала по хозяйству, а в крошечном помещении под землей мечтала, чтобы ее семья, разделенная войной, снова была вместе. Больше всего скучаю за сестрами, за Тамарой и Алиной. Света нету, дома нету, нас в подвале засыпало у бабушки, дом разбавило. Тамара, Алина и Зарина. Теперь они вместе ютятся в чужой хате. В нескольких километрах от родного Зайцева и наперебой рассказывают, как едва не погибли. Начали стрелять много раз. Мы в подвале были, и метр от подвала упала, и подвал засыпался. Это подвал, в котором и пряталась Зарина два года во время обстрела. Отсюда ее последний раз и откапывали военные. Полчаса хватило российским наемникам, чтобы превратить дом Зарины вот в такую свалку. Родителям так и не удалось сегодня доехать сюда, чтобы забрать вещи. Но благодаря нашим военным, которые провели фактически спецоперацию, мы смогли показать, во что превращают российские наемники дома мирных жителей. Семья Эминовых потеряла все. Их дом полностью разрушен. Мама Зарины хотела на руинах хотя бы собрать уцелевшие вещи, но не смогла. Мы поднялись наверх, прямо перед нами в 100 метрах, может, взорвалась мина. Осколки полетели, мы развернулись и поехали назад. Потому что туда очень страшно ехать. Семья Зарины уверены, боевики прицельно стреляли по их дому, чтобы отомстить Эминовым за помощь украинским военным. Она практически военный волонтер была. Она посылки ездила, забирала, кушать военным готовила. Кому-то не понравилось, они ее дали. У нас по четыре раза в одно место летали. Такие обстрелы в Зайцеве и днем, и ночью. Вот снова попали уже по руинам дома Эминовых и по местному гуманитарному штабу. Мы все прятались там. Оно летело со стороны ДНР. И вот это прилетело. До этого попадания было 60 человек в доме, находились люди. Люди получали, была служба, получали помощь гуманитарную. Что же вы так встречаете? Эминовый фактически спас Вячеслав. Волонтер из Бахмута, без бронежилета и каски на стареньких жигулях. Он постоянно ездит в красную зону. Для многих он последняя надежда. Волонтер вывозит семьи, оставшиеся без крова, и на мирной земле подыскивает им временное жилье. Оставшимся на линии огня доставляет все необходимое. Топливо для генераторов, свечи, продукты и надежду. Когда ты смотришь в глаза людей, то ты понимаешь, что там отчаяние, разочарование, страх. И когда уезжаешь, ты видишь слезы радости. Того, что в жизни, в сердцах людей что-то происходит. Его красные жигули легенду знают на всех дорогах АТО. Его волонтерская организация и церковь помогли переехать из обстрелов почти 9 тысячам человек. А самому Вячеславу, под уставшую легенду, не удается даже поставить на ремонт. Закипело. Да. Еще поезжу, думаю. Ведь жители так ждут приезда волонтеров. И не знают, куда бежать со своей бедой. Как зафиксировать факт разрушения дома. И где взять деньги. На ремонт или строительство нового. За три года войны на Донбассе более 8 тысяч разрушенных домов. Кто должен компенсировать людям убытки. Тут, в тысячи километров от фронта, под куполом парламента, разрывы не слышны. И фронтовые беды кажутся слишком далекими. А попытку узаконить хотя бы механизм компенсации за разрушенные дома депутаты провалили. Аргумент следующий. Если мы начнем компенсировать людям разрушенное жилье, то тогда это затраты государства. А должна это нести держава агрессор. Они почему-то считают, что после этого законопроекта нужны миллиарды гривен из государственного бюджета. Деньги действительно нужны, но не сейчас. И этот законопроект четко прописан, что на данный момент ни одной копейки из государственного бюджета мы не просим. На следующей неделе депутаты снова подадут отредактированный законопроект. Надеются, что в этот раз удастся убедить коллег. Тем временем в Сайцеве многодетная семья пытается найти деньги на новый дом. 50 тысяч гривен. У меня нет надежды. Я вообще не знаю. Дома нет. А это главное, чтобы крыша своя над головой была. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Евгений Вахнюк. Из Донецкой области. Подробности недели. Телеканал Интер. На сегодня все. Это были подробности недели. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»